Всем привет! Вот победитель конкурса из прошлого выпуска. Ключ Fallout 76 твой. Мы напишем тебе сразу после выпуска этого ролика. В конце не пропусти условия нового розыгрыша. А в этом ролике я расскажу тебе про несколько отличных, по нашему мнению, многопользовательских выживалок. Первый из них — скам. В этой ММО-выживалке ты попадаешь на необычный остров, где будешь бороться за свою жизнь, участвуя в качестве гладиатора в жестком реалити-шоу, в окружении враждебной среды, других таких же недружелюбных бедолаг и дронов, контролируемых телекомпанией. Цель — найти способ, чтобы спастись с острова и присоединиться к силам, пытающимся уничтожить новый мировой порядок. Для достижения этой цели придется заключать союзы с другими заключенными, исследовать остров, узнать скрытые тайны и решать многочисленные головоломки. Правда, обычно все сводится к бойне, в которой другой игрок обязательно попытается отнять все нажитое, даже если у тебя только лопата. Day Z. Несмотря на целый ворох наболевших проблем, сейчас это одна из лучших игр в мире зомби-апокалипсиса. При первом появлении на карте у тебя не будет ничего. Цель — найти еду, оружие и снаряжение. А главная опасность — совсем не зомби, которая опасна только первые пару часов, а люди. Другие игроки могут как просто подловить на сборе найденной экипировки, так и создать ложную иллюзию безопасности, предательски убив спину. Ничего необычного, ведь игра прежде всего ориентирована на ПВП. Dead Side. Если постапокалипсис с мутантами и зомби уже поперек горла, то стоит обратить внимание на эту игру, поскольку здесь отсутствуют фантастические элементы, а разработчики делают упор на реалистичных аспектах жизни, что может настигнуть нас в случае глобальной катастрофы. Стычки в основном будут с бандитами, людоедами и другими игроками. Игра похвастается реалистичной баллистикой оружия, системой строительства, обширными открытыми пространствами и случайными событиями. Ark Survival Evolved. Одна из самых успешных выживалок все еще страдает от проблем, связанных с оптимизацией и наличием багов. Тем не менее, игроки любят Ark за обилие интересного контента и возможность отправиться в мир полон тайн, где одновременно уживаются доисторические динозавры и футуристические технологии. Поэтому в игре всегда можно найти напарников для совместного выживания или же соперников для конкуренции за территории и ресурсы. А если ты уже устал от токсичности игроков Ark, которые готовы на все ради лута, то советую обратить внимание на лучший бесплатный СНГ-сервер топовой MMORPG World of Warcraft Cirrus. Помимо оригинального контента дополнения Гнев Королевича, на проекте реализованы подземелья и рейды дополнения Burning Crusade, сбалансированные под 80-й уровень. А для хардкорных игроков есть их героический режим сложности, где боссы имеют совершенно другие способности. При этом разработчики постоянно работают над дополнением контента. Например, недавно была добавлена уникальная локация Остров Толгород. Тут ты можешь сражаться с другими игроками или объединяться с ними для победы над боссами. Еще проект может похвастаться новыми эксклюзивными расами, такими как Эридары и Дворфы Черного Железа, третьи PvP-фракции Ренегаты, которые сражаются в одиночку против всех, увлекательными сезонными ивентами, отличным балансом между классами и постоянными турнирами с крупными призовыми. Регистрируйся по ссылке в описании, получи крутые бонусы для комфортного старта и начни покорять Азерот на проекте Сирус. Раст Одна из лучших онлайн-выживалок для тех, у кого стальные нервы. Видел все эти трейлеры с крутыми пушками, танками и вертолетами? Забудь! Здесь ты будешь бегать с камнем или примитивным луком, а тебя будет рейдить каждый встречный. Если ты думаешь, мол, у тебя есть опыт бывалого игрока, повидавшего многое, то здесь тебе это не поможет. В начале игры, вытерпев пару часов издевательств, ты поймешь, что нужно убегать на край карты на какой-то уединенный остров и с самого края под скалой. Строить маленький шалаш, который можно увидеть только с моря. Накопишь припасов, что-то скрафтишь и пойдешь спать. А утром зайдешь и увидишь, что твой дом зарейдили. Через пару таких дней отсеивается добрая половина игроков. Но если ты продолжишь, то после этого тебя больше не напугает ни один хоррор. The Isle — этакий онлайн-хоррор в открытом мире, где мы выступим в роли разнообразных динозавров, пытаясь вырасти и не быть съеденным другими игроками. Каждый диновит обладает своими неповторимыми характеристиками. И выбирать тактику выживания нужно именно исходя из понимания того, кем ты играешь. Что также хочется отметить — это фантастично красивые модели и пейзажи. Доисторический антураж присутствует в полной мере, а сам мир огромный. Поддерживать требуется только три шкалы — это еда, вода и запас сил. Иногда это очень сложно сделать, особенно если ты еще не вырос, а по округе шастает хищник, а то и стая. В общем, геймплей предельно прост. Либо ты, либо тебя. Конан Экзайлс Еще одно фэнтези про выживание в суровом мире. Главного героя, приговоренного казнью в пустыне, спасает сам Конан Варвар. Ну а дальше уже твои проблемы, как ты будешь справляться с окружающей обстановкой. Никакой другой варвар тебе больше не поможет. Что интересно, при создании персонажа нужно выбрать его религию. Впоследствии этот выбор будет влиять на игровой процесс, позволяя создавать определенные предметы и взывать к помощи своих богов. Доступны все прелести жанра, а помимо онлайн-режима, доступна и одиночная игра. Last Oasis В этом мире из-за крупной катастрофы территория планеты разделилась на две части. Одна представляет собой выжженную пустыню, вторая — ледяную пустошь. Обитаемой осталась лишь узкая полоска между этими зонами, где нам и предстоит выживать. Игра не так плоха, как про нее пишут, со своей стилистикой и кучей интересных механик. Довольно хардкорная и с множеством нюансов. Здесь тебя ждет исследование мира, создание машин, с помощью которых можно передвигаться по локации, сбор ресурсов и прочие постапокалиптические заботы. Gloria Victis Реалистичная ММО-выживалка в стиле средневековья и минимальным количеством фэнтези. Только хардкор, только тяжелые доспехи и оружие, луки и прочие орудия того времени. Присутствует ПВП в открытом мире, нон-таргет и четыре стороны, за которые можно играть. В масштабных сражениях могут участвовать сотни игроков, можно строить форты и захватывать чужие территории. Но для войны нужно множество второстепенных вещей, материалов и расходных предметов. Для этого доступна развитая система крафта и свободная экономика. Atlas Абсолютно провальный на старте проект от авторов Arc Survival постепенно выбирается на поверхность. Самая суть в том, что ты лично конструируешь свой корабль, а потом пытаешься выживать в море и на островах, где все путешествуют в качестве пиратов. А это значит корабли, револьверы, мечи и прочая атрибутика. Присутствуют и элементы фэнтези, мифические создания и спрятанные сокровища. Есть интересные механики, вроде найма NPC. Управление судном довольно приятное, однако визуальное отображение оснастки оставляет желать лучшего. Dark and Light Хороший вариант для любителей выживалок в фэнтези-сеттинге. Здесь присутствует несколько видов карт мира, а сама игра содержит в себе все прелести жанра. Крафты строительства, множество мирных профессий, свободная экономика, три фракции со своими столицами и, конечно же, конкуренция. Персонаж не привязан к классу и может получить навыки не только путем прокачки, но и превращаясь в различных существ. Большое количество животных можно приручить и использовать в качестве помощников и транспорта, наземного, водного и воздушного. Если волшебные миры тебя не привлекают, то обрати внимание на еще одну реалистичную игру Life is Fiddle Your Own. Здесь, в сеттинге чистейшего средневековья, у тебя будет возможность изменять ландшафт и свободно строить. Да и в целом, множество занятий на выбор. Охота, крафт, выслеживание врагов, грабеж. Только для начала не забудь обустроить свой тыл. Это большая онлайн-песочница, в которую в первую очередь придется выживать, а уже затем попробовать покорить этот мир. Stay Out. Гибрид между ММО, песочницей и симулятором выживания, в котором тебе предстоит остаться в живых в мрачном постапокалиптическом мире. За основу взят сеттинг сталкера. Присутствуют как ПВЕ, так и ПВП-составляющие. От ММО игре достались традиционные для жанра квесты, целью которых стоит убийство врагов или поиск определенных предметов. А ПВП заключается в постоянных попытках других игроков любой ценой отобрать весь твой лут. Большая часть инвентаря после смерти сохраняется, но часть вещей с определенным шансом выпадает. А какая выживалка тебе нравится больше всего? Напиши в комментариях и в следующем ролике рандомному подписчику мы подарим Steam-ключ одной из лучших выживалок Conan Exiles. На этом у меня все. Для вас вещал канал Image Game. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok